Приветствую вас, внимательно председав ваш вопрос, и думаю, что его нужно тщательно разобрать. Ну, просто потому что он такой очень, знаете, очень щепетильный, очень важный, актуальный и, самое главное, не характерный для вот нашего времени, да, то есть уже такие убедения, как у вас, они не очень популярны, и вы можете видеть отражение этого в некоторых ответах, в некоторых ответах, ну, моих коллег. Итак, если я не хочу вступать в правые отношения добра, как сказать и стоит ли об этом моему правду? Ну, знаете, я по порядку, по порядку, пожалуй, пойду, да, здесь. Смотрите, если вы не хотите вступать в половые отношения добра, значит, то это ваш страх. Никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не может и, в общем-то, не имеет права принуждать вас к тому, чтобы вы это делали. В любом случае, то есть это вот такой, ну, на мой взгляд, первый и, наверное, самый важный момент. Если вы не хотите вступать в половые отношения добра, то это ваше полное право. Другое дело, конечно, чем ваш выбор продиктован, другое дело, чем вы руководствуете при принятии такого решения. Это уже, конечно, немножечко другой вопрос. Но, тем не менее, это ваше право, это ваше выбор. Причем, надо сказать сразу, что, имея право на вот такую позицию, вы имеете также моральное право об этом не говорить никому. Вы имеете право об этом не говорить никому в том числе и своему молодому человеку, который у вас сейчас. Почему? Почему вы имеете право не говорить этого? А потому что это ваше личное дело. Хотите вы, не хотите вы, желаете вы этого, не желаете вы этого. Это ваше личное право и личное дело. Как и что вы делаете, как и с кем вы занимаетесь любовью, например. Это ваше личное дело. Это ваше дело. И вы можете, вы можете своего молодого человека в известность об этом не ставить. Просто потому, что вы сами в этом можете не быть уверены. Вы сами можете не быть уверены в том, значит, чего вы хотите. Вы сами можете не быть уверены в том, что вам там нужно, чего вы желаете, чего вам хочется и так далее. И если у вас сейчас, ну вот, такая позиция, если вы сейчас хотите этого, вот этого вы хотите сейчас, да. Сейчас, на данный момент вам хочется, например, чтобы не вступать в отношения, да, любовные, то и действуйте именно так. Действуйте так, как вы хотите. Не нужно молодому человеку говорить сразу о том, что, вот, я не буду, я не буду вступать, я не хочу вступать и так далее. Не надо. Этого делать не нужно. Как бы, потому что это сразу, как сказать, определенность возникает. А в определенности нет ничего хорошего на данном стиле. Именно здесь, по крайней мере. Именно здесь, именно в данном аспекте, в определенности ничего хорошего нет. Опять же, почему так? Потому что для молодого человека это все равно, что действительно приговор. А так он надеется, он как раз хочет, он думает, что может быть, а может и не быть. И это гораздо лучше. Чисто в психологическом аспекте гораздо лучше. Надеюсь, вы понимаете. Далее, значит, я насколько далеко можно находиться в медных ласках, если я не хочу пока переходить к главному. Ну, насколько можно переходить в ласках, это вопрос, конечно, довольно личный. И каждый его для себя сам решает, этот вопрос, насколько можно далеко заходить. Предположим, если вы не хотите переходить к главному, то вы, в принципе, можете достаточно спокойно заниматься другими видами секса. Вот, и это будет абсолютно нормально. И никакого, значит, там, терпения, никакой выдержки, о которых вы говорите, не будет. Вы же не лишаете своего парня вообще какой бы то ни было разрядки. Нет. Вы даете ему разрядку, он у вас получает удовольствие. Это главное, это здорово, это хорошо. Это великолепно. То есть проблем с этим, по моему мнению, у вас уже нет. Вот, уже нет у вас с этим проблем. То есть, заходите сколько угодно, делайте, если для вас, вот подумайте, где для вас предел, да, то есть, если... Самое главное, это же плохой акт, непосредственно. Вот. Ну, и, возможно, все, что не касается этого. Вот, если вот там, все возможные средства для удовольствия можно использовать. Так. Значит. Мы встречаемся с Барнем пять месяцев, знакомый год. Ему двадцать три, мне двадцать три, мы двадцать. Мы студенты. Студенты. Наше сближение инсулировал он. Мы часто ночуем меня в общежитии. Так. Ну, во-первых, значит, встречайтесь пять месяцев. Пять месяцев, это срок, конечно, довольно приличный. И я бы даже сказал, что вы молодец, что стараетесь как-то вот реализовываться, да, в этом аспекте. То есть, я имею в виду, что вы молодец в том плане, что вот имеете довольно строгое представление, имеете довольно строгое представление о том, чего вы хотите и идете к этому. То, что мужчина инициировал сближение ваше, как вот вы говорите, я думаю, это тоже в принципе хорошо и классически отличает ваши отношения. То есть, вы ночуете вместе, спите вместе и так далее, это, на мой взгляд, тоже здорово, потому что помогает, носит вау, работать над доверием друг к другу и так далее. То есть, это тоже, в принципе, хорошо. Далее, значит, мне нравится засыпать, просыпаться рядом, поцелуй ласки, в том числе интимный, но до самого главного пока не доходило. В обоих этого не было ни разу. В общем, он в этом плане на меня не давит, хотя я знаю, что у него всегда в кармане предрывает вид на всякий случай, где... Ещё проблема в том, что я уже разобрал, что надо делать, чтобы ему было очень приятно, чтобы он как-то скончал, а у него пока не получается. Ну, здесь нужно только пробовать, пробовать, пробовать и пробовать. То есть, я думаю, что разберётся. Это получается со временем, и здесь не надо торопиться, спешить, здесь не нужно как-то вот форсировать события, здесь не нужно как-то вот обязательно мужчину, ну, давить на мужчину, и так далее. То есть, мне представляется, что вот это вот неправильно будет, если вы будете на него, например, давить. Да, мне кажется, что это будет неправильно. То, что у вас это не проблема даже, потому что, ну, у него не было ни разу, ничего, да, у вас не было ни разу, вот. Просто дело в том, что мужчине-то легко доставить удовольствие. Гораздо легче, чем женщина. Женская сексуальность, она сложнее, как и количество оргазмов, которые женщина может получить, то есть количество видов оргазма, гораздо больше, чем у мужчины. Ох, вот. И это, на мой взгляд, о чем-то говорит. Это требует изучения. Это требует именно изучения мужчины, вас. Это требует изучения мужчины вашего тела. Что вам нравится, как вам нравится, и так далее. А вы, в свою очередь, не бойтесь, не стесняйтесь давать мужчине, опять же, там, обратную связь какую-то, да. То есть, чтобы мужчина чувствовала, например, что вам нравится, чтобы он видел, как вам нравится, чтобы он слышал, как вам нравится, да, и так далее. То есть, нужно давать обратную связь, если вы занимаетесь ласками, если вы изучаете друг друга, если вы пытаетесь понять друг друга, то нужно, чтобы вы давали друг другу адекватную связь, обратную связь. А то, если вы, например, не проявляете, скажем, ну, какой-то, какой-то вот реакции поведенческой, да, мужчина и не поймет. Вы почувствовали, например, что вам приятно, ну, и дайте в том, чтобы мужчина понял, что вам приятно. Вот. Значит, соответственно, так вот и происходит. Не будете разговаривать в постели о том, что нравится вам, что нравится ему. Так что это не проблема. Вот. Значит, то, что он не давит, это тоже очень хорошо, потому что, если мужчина не давит, значит, понимает, ценит вас и так далее. Другое дело, что можно у него так вот намеками узнать, как ты относишься к браку, то есть к сексу только, например, после брака, да, и так далее. Можно это вот такими намеками узнать у мужчины. Вот. Но это, опять же, только в том случае, если вы сами этого хотите, только если вы, ну, как бы, если вы готовы к этому. Если вы готовы это, как бы, узнать, да, если вы готовы, готовы это понимать, то я думаю, что вполне можно тогда стараться у него выяснить именно этот момент, потому что это важно. А так, что он не давит, это здорово, я думаю, что имеет смысл даже и самую тему не принимать, потому что, ну, вас же, вас же все устраивает, он же мужчина делает то, чего вы хотите, и если так, то это прекрасно, что он делает то, чего вы хотите. Это прекрасно, что он на вас не давит, и так далее. То есть, здесь, мне кажется, что все складывается абсолютно как нельзя лучше для вас, естественно. Далее. Далее. Значит, так, далее, 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 далее. Значит, далее вы пишите. Я не из религионной семьи, но сама в церковь иногда ходил. Для чего? Вот. Подумайте, какая ваша вера. Подумайте, что заставлять вас ходить в церковь. По разным причинам мне бы хотелось, чтобы это произошло в первый раз с тем, кто будет моим людям. Опять же, зачем? То есть, понимаете как? Получится о том. Вы вправе, в общем-то, действовать так, как вам хочется. Вы вправе, в общем-то, поступать так, как вам хочется. Целиком и полностью – это ваше право. Целиком и полностью. Но. Нужно, чтобы вы понимали сами, для чего вы этого хотите. Почему вы этого хотите? Зачем вам вот это нужно? С какой целью? Вот надо, чтобы вы себе постарались в этом отдавать отсчет. Чтобы, например, допустим, чтобы не сомневаться в себе. Чтобы не сомневаться там, допустим, в своем выборе. Нужно, чтобы вы знали, зачем вы это делаете. Как будет цель преследовать. Далее. Даже не только по религиозным соображениям. А просто мне кажется, что мужу должно быть приятно. Если у него так я не знаю. Если она как бы преподносит такой подарок. Бересет себя для него. Ну, вы знаете, я полагаю, что этот вопрос. Вопрос того, что должно быть приятно. Мужу необходимо, ну или лучше сказать, желательно. Желательно оставить все же именно ему, мужу. То есть не чтобы вы этот момент определяли, что приятно вашему мужу, а что нет. А чтобы все-таки муж сам для себя решил, чего он хочет и что ему вообще нужно. А то, получается, так сказать, что вы за него решили сами. То есть вот сами решили преподнести подарок ему вот такой. А может быть он не хочет какой подарок преподносить. Чтобы вы ему преподносили. Может быть он негативно к этому относится. То есть вы здесь руководствуетесь не совсем верными мотивами. И вы говорите, что я хочу это сделать вроде как. Вроде как для него вы хотите это сделать. Ну так это неправильно. Если вы делаете это, то вы делаете это в первую очередь для себя. Вот то, что вы делаете. Если делать что-то для человека, то нужно быть, как бы, уверенным в том, что это ему, например, нужно. Ну, необходимо быть уверенным вам в том, что он это оценит, что это действительно сделает его счастливым. Вот. Понимаете, какая ситуация получается. Так. А так вы делаете это вроде бы как для него, но у меня есть основания. Я полагаю, что вы это делаете не для него. Это делаете для себя в первую очередь. А не для него. Но если вы делаете для себя, то важно, чтобы вы в этом признались. Опять же, себе. Самой. Чтобы вы признались себе. Чтобы вы сказали, да, я делаю это для себя. Далее. Ага. Однако в других странах я не знаю, как получится выдержать такой долгий шок. Выдержать кому? Пожалуй, вот этот вопрос, он такой, самый важный. Кому выдержать? Если вы говорите, например, про себя, если вы говорите про себя, если вы говорите про свои желания, если вы говорите про то, что именно вы, допустим, хотите там секса, допустим, и как бы получать так, что вот мужчина вам не дает, да, вот не дает он вам получить удовольствие, но это одно. Если это действительно так, то проблема действительно серьезная. Но, опять же, я вам говорю, что мужчин научится не сразу, да, но он научится, он научится, не ставит вам удовольствие и, в общем-то, все будет в порядке в этом плане. А если вы говорите про него, например, что вот это, типа того, ему будет выдержать сложно, то здесь опять же момент. А ему чего сложно будет выдержать, если, как бы, если, как бы, вы ему даете свою ласку, вы ему даете удовольствие, вы ему доставляете наслаждение. Чего здесь, как бы, чего здесь терпеть-то? Чего здесь не выдержать-то тогда? Как-то, вы знаете, не очень этот момент понятен. То есть, если вы, например, если вы говорите о себе, то посмотрите, например, со своим мужчиной различные руководства по вот как раз тому, как женщине доставляют удовольствие, там, скажем, оральное, допустим, и так далее. То есть, подумайте вот на эту тему, как делать дальше, чтобы вы получили для себя то, что вот вам, в принципе, нужно. А о нем беспокойство в данном случае не нужно, потому что он свое получает. И если он любит вас, если он уважает вас, то он никогда вам не изменит и будет принимать вас и принимать ваши отношения, вашу позицию к тому вот, о чем вы пишете в своем тексте. Это нормально. Другое дело, что вы ведь говорите о том, что времени много, да, но третий. Вы ведь что пишете? Что учиться ему еще долго, да, значит, учиться он еще будет какое-то время, ну, большое достаточно время, да, он будет учиться. И в ближайшие несколько лет о семье речи быть не может еще. И вот это вас тревожит. Ну, давайте подумаем. Здесь так. Вот вы говорите, значит, вот я не знаю, надо ли ему говорить о моем таком решении. Тем более, что он не спрашивает. Нет, не надо. Еще боюсь, если говорить о моем свадьбе, то как бы его это не отпугнуло. Здесь, опять же, все правильно. Не нужно ему ничего говорить. Не нужно ему ничего говорить. Вы правильно все понимаете. Совершенно, совершенно верно. Я вам больше скажу, что мужчине нужно все, как бы, постепенно. Постепенно, постепенно до него доносить. Он сам сделает вам предложение. Мужчина. Но только тогда, когда придет время. А пока он, пока он явно не готов. Он явно пока не готов к тому, чтобы вы сделали ему, чтобы вы стали его женой. Когда он будет готов, тогда и можно будет о чем-то разговаривать. То есть, не нужно, вот, форсировать события, да, не нужно, как-то, вот, ускорять их. Это все личное на самом деле. И вам это ничего, ничего хорошего не даст. И мужчина будет думать, что выпадает из него, там, как-то вот, ну, как-то постоянно, да, под себя подмяться и так далее. Вот. Я не думаю это честно, что вам это нужно. Я не думаю это честно, что это именно вот то, чего вы хотели бы для себя. Другое дело, что семья нужна вам. Вот в чем вопрос. Семья нужна вам, и именно вы хотите разговаривать о ней. Именно вы хотите разговаривать о семье. И здесь у меня к вам, пожалуй, только один вопрос. Это вопрос, вот как раз-то, такого характера. А зачем семья вам, собственно говоря? Вот именно вам семья, она для чего? Вот, вот что меня, пожалуй, интересует. Ведь семью-то, очевидно, хотите вы, именно. Знаете, в чем, в чем здесь, в том, знаете, в чем здесь момент. И если вы хотите семью, семью, то получается, что именно вам семья для чего-то нужна. И вот, собственно, следует подумать, для чего вам нужна семья. Зачем она вам? Зачем она вам? С какой целью вы хотите ее создать? Что она вам, по вашему мнению, должна дать? Вот это, пожалуй, самый важный момент, который вам нужно будет рассмотреть самой, в первую очередь, для себя. То есть, я хочу семью, вопрос в том, для чего, зачем мне семья, с какой целью она мне вообще нужна, да? Это, вот, является самым важным моментом. Далее. Так, значит, он из либеральной семьи, среди, и для него может показаться очень странное мое желание охранить девство до брака. Ну, опять же, странно не странно, но если молодой человек любит вас, если молодой человек ценит вас, если молодой человек зараживает вами, то он, я полагаю, примет вашу точку зрения и, собственно, смеет сменить. Тем более, что вы, знаете, вы такая продвинутая девственница, да, то есть, там, главное, что вы совсем-то уж секса не избегаете. Вы просто говорите мужчине о том, что, ну, как бы, говорите нам о том, что вы не хотите вступать в непосредственно классическое сексуальное отношение, вне брака. Это ваше право. Еще я занимаюсь говорить о моем решении, нет, потому что, если я сейчас скажу, что я в какое-то время все же не выдержу, получится, что грошит тогда моим словам, грошит тогда моим словам и решением. Ну, я думаю, что вот если вы хотите, и если вам хочется, и вы их надерживаете, это плохо. Если учитывать для вас это совсем принципиально, то самоудовлетворение никто не отменял. Но вообще, не выдерживайте, не выдерживайте, чтобы мужчина получил от вас довести до оргазма в неклассическом способе. То есть старайтесь использовать ситуацию себе во благо. И говорить ничего не надо. Захотите, если он совсем не могу будет, ну, сделайте это и все. Я не думаю, что отношение к вам у мужчины изменится только в том, что вы с ним потеряете детство. И в конечном итоге не важно, когда это будет. Вот. Другое дело, что секс все-таки, он влияет. Это с одной стороны. А с другой стороны, вам нужно знать своего мужчину, насколько он предан, насколько он верный вам. И если сейчас его все устраивает, то почему бы и нет? Почему бы и не попробовать предварить свои установки в жизнь? Ну и вам себя ограничивать тоже не стоит, потому что это будет вызывать напряжение, раздражительность, агрессию и так далее. Вот. То есть если вы все же не выдержите, то я думаю, что просто легче получите удовольствие от них приикла, не классически классных. Я думаю, что вот так можно ответить на ваш вопрос. Я постарался вас не переубединать и я постарался вас не убединать в том, что вы правы. Я постарался просто внести такое более распределенное, более ясное верно ваше рассуждение. Вот. Если хотите, то делайте, конечно, это. Но всегда помните, для чего вы делаете. Всегда помните, насколько вы ориентируетесь в том, что вы делаете на своего любимого человека, а насколько на себя. И что вы делаете для него, а что вы делаете для себя. Это очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.